ксения привет мне очень понравилось что ты согласилась на то чтобы записать потому что для меня это очень ценно его вот я спрашивал других девочек можно ли записывать они категорически отказались поэтому твое согласие уже сама по себе меня рад а мы с тобой сейчас разбираем я просто скажу для тех кто будет смотреть наш с тобой разговор что мы сейчас все не будем разбирать возможные темы индивидуальных образовательных проектов и вот мы с ксении сейчас остановились на одной теме которая называется вот так ксения ты можешь ее озвучить вот эта тема да вот ну да так и мы на чем остановились что ты придумываешь что квест какой для кого для мужа чтобы определить хорошего мужа или нет а правильно так ну давай чем придумала на самом деле нет но сейчас нужно еще немножечко подумать нет но ты вот озвучь пожалуйста мы перед этим с тобой сказали что ты уже придумала что сделать создать квест нет там ты говорила что сесть с ним и поговорить да вопросы создать вопросы чтобы определить хорошим муж или нет то есть поговорить с ним задать эти вопросы и для себя определиться так минуточку а ты можешь составить список этих вопросов ну да допустим а скажи пожалуйста это лежит рядом с твоей психологической с интересом к психологии какие то вопросы возможно какие то вопросы нет ну смотри а вот допустим ты создала этот список правда ну допустим а потом взять по списку поэтому взять какого-то конкретного человека ну конечно вот смотри то есть получается что ты его садишь и тогда определим хороший муж или нет нет смотри на мой взгляд ничего это не даст он может договорить все что хочет а будет ли он это делать никто не знает даже он сам согласно да поэтому на словах я ничему не поверю ни грамма но идея правильная поговорить можно но доверять этому нельзя но теперь давай какой-нибудь квест который как я уже сказал пойди туда сделай то и приноси вот такой результат возможно можно определить насколько человек хорошо слушать своего собеседника сесть с ним предварительно поговорить о том какие цветы ты любишь а потом через время попросить принести букет и определить запомнил ли он цветы или нет но это мы будем проверять хорошего допустим а память в семье для чего ну для разного допустим запомнить праздник своего партнера или просто какой-то хороший день вкусы ага 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 смотри сейчас употребилось что-то про вкусы да люблю вот ну смотри значит он как-то должен свои вкусы не только проявить правда есть но и еще должен как-то вкусы другого человека тоже учитывать да да и как-то к ним относиться так чтобы было в семье все хорошо правда да а как проверить он это умеет или нет ну вот как раз таки рассказать для начала о его вкусах а потом возможно какое-то время провести с ним вместе и узнать запомнил ли он твои вкусы или вообще ставит твои вкусы в приоритет ну а как это провести вместе вот это мне очень понравилось ну так просто организовать вкусы даже если вкусы в еде можно сходить в кафе в ресторан и попросить заказать человека за тебя основываясь на твоих вкусах и он закажет и тогда можно посмотреть что а ну как ты узнаешь как он относится к твоим вкусам а ну я не знаю То есть, понимаешь, моя постановка задачи такая – проверить на деле. Понимаешь, да? Ну, давай теперь немножко упростить задачу. Смотри, и так получается, что там у меня написано, что для этого проекта нужно создать систему квестов, правильно? Угу. То есть, ты видишь, что создавать эти квесты – дело непростое, правда? Конечно. То есть, это какая-то сложная такая работа, потому что я ставлю тревоги, будем не на словах, а на делах. Ну, то есть, знаешь, вот в американской армии набирают контрактников, их сначала полгода учат, а потом у них боевые учения. На боевых учениях у них стреляют стоящими патронами, в которых есть пули, не холостыми патронами. Знаешь, какой процент убитых там разрешается? Нет. На учениях, на учениях, не на войне. Пять процентов. Вот так делают в американской армии. Полгода учат, потом пять процентов можно отстрелять. По-настоящему убить. Понятно, да? Потом полгода, и опять учения. Представляешь, какие солдаты потом получаются? Они, знаешь, как учатся? Ого-го! Потому что знают, что тебя могут убить. Если не научишься, правильно, воевать. Убить можно. А скажи, пожалуйста, какой процент разводов? Статистика какая? Ну, достаточно большая в последнее время. Ну, примерно. Ну, примерно, может, 45 процентов, может быть. 45 процентов, может, больше 50. Ну, смотри, мой вопрос, он вообще-то неправильный. Он такой, ну, как бы, ну, дефектный вопрос. Потому что статистику нужно говорить так. Сколько процентов разводов после того, как они прожили один год? Процент. Сколько процентов, когда прожили пять лет? Сколько процентов, когда прожили десять лет? И так далее. Понятно? Угу. А ты можешь такую статистику найти и мне потом скинуть? Да, попробую. Вот. Ну, желательно не какие-то ссылки куда-то там, а чтобы была готовая табличка по годам, по продолжительности жизни в семье, да? Например, через год разводится столько-то процентов, через два года столько-то, через три столько-то и так далее, прям по годам. Семь, восемь, девять, десять. И до двадцати, понятно, да? Вот. Наверное, будет так. Статистика нас интересует. Обратная. Сколько семей прожили один год? Положительная статистика, правда? Какой процент семей прожили два года и не развелись, правда? Угу. Вернее, как? Прожили два года и развелись. Ну, не знаю. Понимаешь, да? Угу. То есть надо скурплировать табличку правильно и стать цифром. Значит, я тебе предлагаю подумать над вот этой темой, с какой точки зрения. Может быть, ты возьмешь меня в консультанты по этой теме. Угу. И будешь сделать эту тему. Мне эта тема очень азартна. Для жизни она важная, правда? Угу. Потому что люди женятся нифига, ничего не умея, никакого экзамена не сдавая. Меня это совершенно возмущает, с одной стороны, как человека, а с точки зрения государства, это полное безобразие, правда? Угу. Дело в том, что потому вот все те негативные явления, которые мы имеем в семье, они происходят потому, что государство на это вообще никак не смотрит. То есть не учит этому, ни экзамены не принимает, понимаешь? Оно только что делало. Оно создало систему контроля за семьей, правда? Угу. Угу. Вот это, я не знаю, пенец какая-то, пенец, ну, подскажи мне это слово. Пенец – реальная какая-то система. Угу. Ну, там есть системы, где проверяют, хорошо ли детям. Необязательно. Понимаю. Да. Да, есть специальные службы есть по делам ребенка там и так далее, да? Семьи. Правоохранительные органы вроде, нет? Не-не-не, правоохранительные органы – это да. А есть ещё просто гражданская служба, где? Ааа. То есть они создали систему контроля за тем, чтобы, когда уже плохо, то есть уже когда поздно, понятно? Тогда ребенка забирают в детский дом, типа из семьи, понимаешь? Или там, например, жену забирают в какой-нибудь приют, если муж ее бьет, да? Ну и так далее. Вот в таком виде. Поэтому это все безобразие. Это лечение последствий, а это мне не нравится всегда. Нужно сначала прочитать причину, правда? Да. Ну вот это нравится тебе как психологическая задача? Да. Вот. Ну что, может, тогда договоримся? Да, давайте. Так, тогда у меня конкретный вопрос. Смотри, если мы эту тему начинаем делать, а ты уже получила одну домашнюю задачу, собрать статистику, правильно? Да. Вот. Ты записала? Да. Ну, молодец. Мне нравится. У нас работа точно получится. Уже есть хорошие признаки этого. Так, ладно. Вот. Вот теперь нам нужно договориться с детским дневным целью, когда мы один раз встречаемся, как по расписанию, как на уроке. Давай, называй день. Когда ты можешь. А это в школьное время, или я могу дома с вами созвониться? Можешь дома. В принципе, мне в любой день удобно, но нет, наверное, в эти выходные, в воскресенье. Ты знаешь, у меня эти дни воскресенье, я веду уроки по физике и по математике. У меня довольно сильно там загружено. Хорошо. В рабочий какой-нибудь день. Тем более, что у нас с тобой разница по времени 5 часов. Я сегодня встал в полшестого утра. Я сейчас могу подключиться к школе. Я сейчас могу зачетить. 5 часов. Можете что-то сделать? 5 часов. У него ковид. Смотри, я, например, мне устроено 9 утра по моему времени. Это значит, у вас будет 14 часов. Ваши манеринь. Все? Ваши манериньки. Ну да. Ваши манериньки. Ваши манериньки. Ваши манериньки удобно. Но я хожу еще на дополнительные занятия. И у меня до 6 они. После 6, возможно, я могу. Да, может быть, в 7 по моему времени. 7.30. 7 минус 5. 7 это 19. Минус 5 это 14 по моему времени. Ну, хотите. Хорошо. Ну, в какой день? Ну, давайте в среду. Хорошо. Делаем очень просто. Смотрите сюда. Нет, она болеет. Так, где тут среда? Вот она. Вот она. Так, сейчас. Вот эта все время выскакивает из скайпа. Как она меня достала? Кто бы научил меня ее выключать? Так, вот сюда надо написать. 14. 19, да? Да. Да, мы прямо вот здесь можем. Пойдем. Хорошо. Спасибо. Так. 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 Ну, что еще? Может быть, какие-то вопросы есть ко мне? Да нет. Нет вопросов. Нет вопросов. Если она разрешит, то положи руку на плечо и подержи ее в течение одной минуты. По часам стоит время, чтобы минута прошла. Если она скажет нет, извините, отойди в сторону и найди другую. А Маше я дам другое задание. Правда? Угу. Ну и так далее. Вот такие квесты. Это ж очень легко, занимает очень мало времени. Угу. Их можно напридумывать, ну, вагон, правда? Да. Но это очень простые тесты. Они нам мало чего дают, правда? Угу. Они больше дают самому Пете или самой Маше. То есть, когда они это проделывают, у них что-то внутри щелкнет. Правда? Угу. Вот. А можно придумать более сложное. То есть, там, за пять минут не выполнишь, правда? Да. Надо постараться как-то ничего. Надо подумать. Аккурирование этих квестов, собственно, и составляет всю нашу задачу. Но! Там же у меня в описании написано. И опробовать их прямо в школе рад. Угу. То есть уже на телевизоре в школе. То есть, находишь вот своих коллег. Угу. Выдаешь им задания и сначала спрашиваешь, а хочешь ли ты, да? Да, конечно. И пошло-поехало. А потом составляешь отчет. Как они выполнили, как они чего. Вопрос. А как будешь отчет делать? В виде письменного или как? Ну, наверное, снимать на камеру. О, мне очень симпатично. А ты монтировать умеешь? Ну, да, конечно. Если нужно что-то обрезать и склеить, да, да. Ага. Ну, классно, здорово. А ты сейчас участвуешь в создании фильма? Нет. Так, ты сейчас сказала, что у тебя есть дополнительные занятия? А какие? В перспективе. Да, это в перспективе. Я хожу на союз молодежных сил. Еще раз. В союз молодежных сил в перспективе ходу. А, понятно. Союз молодежных сил. Это какое-то общественное движение, да? Да. Так, хорошо. А ты участвуешь в группе управления, которая управляет всем этой школой, да? Нет, нет. Не участвуешь? Ну ладно. Понятно. Хорошо. Ну что ж, я очень рад знакомству. Спасибо тебе большое. А у вас эта школа «Рада» сейчас заканчивается? Нет? Нет. Нет. Ну тогда позаботься, чтобы ко мне пришел кто-то еще, ладно? Хорошо. Ну все. Тогда до среды. Спасибо. До свидания. А, кстати, знаешь, что еще? С тобой еще можно встречаться вот в это время, когда у вас эти занятия будут? А если, конечно, у нас будут свободные уроки, как сейчас, потому что, возможно, они закончатся. Нет, я понимаю, что если будут какие-то паузы, то ты можешь в это время тоже со мной соединять. Угу. Но, правда, мне в это время я не гарантирую, что я все время буду в 6 утра туда приходить. Угу. Мне же полшестого надо вставать, представляешь? Угу. Мне это довольно таки тяжело. Я не гарантирую, что я все время так буду делать. Я вот пока делаю сначала, а потом посмотрю. Так что до среды, ладно? Ну все, пока. Угу. Хорошо. Спасибо. Всем привет. Продолжение следует. Понял? Это кто-то новенький. Мы еще не знакомы? Нет. Так, меня зовут Григорий Олегович, а тебя? Анастасия. Как раз? Анастасия. Анастасия. Сейчас я запишу, подожди. И Якова, фамилия? Чеглова. А, подожди, а ты что, сестра? Угу. Так, а вы что, двойняшки? Близняшки. Пошли. Пошли. Двиня, так, а скажи, пожалуйста, вот ты сюда пришла, ну ты как-то понимаешь, что я тут делаю? Ну, вроде как вы по проекту что-то говорите. Смотри. А, ты себе выбрала тему индивидуального проекта? Пока еще нет. Ага. Ну, какие-то такие мечты есть сегодня-нибудь? Ну, пока нет. Ну, в какую сторону и вообще, да? Так, второй маркет. Вот такая штука. А, кстати, можно спрошу? А, ой, тут же у нас сейчас запись идет. Ты не против? Не против. А, ну хорошо. Тогда пусть дальше идет. Вот. То есть, другие люди посмотрят, и им тоже будет польза. Ну, смотри, ты вот этот документ видела? А, нет, не смотрела. Сейчас, подожди, я его начало покажу, где начало. Вот оно. Не видела, да? Угу. Вот. Ну, вот, к сожалению, ну, плохо. Это плохо работает группа управления. И, в частности, это плохо работает Антон Кругляков. Знаешь его такого? Угу. Ну, он в десятом классе учится, а ты в каком? В десятом. В десятом. Странно, что ты Кругляков, не знаю. А, Антона, ну да, знаю. Ага. Просто ты не знаешь, что он Кругляков, да? Ну, да. Не очень, не знаешь. Понятно. Вот, он ответственный за связь с специалистами, понятно? Угу. То есть, он, по идее, должен вас всех проинформировать, что есть вот такой список, понятно? Притом, что этот список вот на сегодня здесь вот восемь человек, видишь? Угу. А потом будет же больше, правда? То есть, он может пополняться. Вот. Соответственно, вот самый первый тут это я. Потом там идет вот этот самый, кто тут у нас идет? Катунин идет. Вот. Значит. Ну вот. То есть, делаем. Вот, давай так. Бумажка, ручка есть? Нету что. Ну, надо. Давай. Все. Все есть. Вот, значит, найти ссылку и прочитать этот документ. Можешь сразу записать, что это Антон, правда? Угу. Также Владлена Брык может тебе помочь. Ну и много кто еще из группы управления. А ты в группе управления участвуешь? Ну, нет, вроде. Ну, раз вроде, то ясно, что не участвую. Если бы участвовала, то, наверное, бы знала, да? Ну да. Теперь что? Моя задача познакомить тебя с этим списком, нет? Угу. Ну вот. Тебе хочется с кого-нибудь начать из этого списка? Да нет. Без разницы. Можно по порядку. Угу. Можно по порядку. Значит, ну я себя оставлю на закуску, ладно? Угу. А начнем с Анатолия Катунина. Он мне очень симпатичен. Очень практический человек. Занимается достаточно таким человеческим занятием. Вот. Вот он. Вот. Так, это можно не считать. Вот, давай, вот, почитай. Видишь, кем он работает? Угу. Какая-то арт-педагогика, видишь? Угу. Я плохо себе представляю, что это за фигня такая. Вот. Педагогику я представляю. Что такое арт, я не знаю. Вот. Автор практического курса по соматопсихологии, экологии отношений с собой и окружающим миром. Представляешь? Угу. Вот смотри, вот здесь вот у нас вот есть телеграмм. Вот Анатолий два дня назад по моей просьбе сделал вот такое упражнение. Сейчас найдем. Так, это мы с Владой Брэк разговаривали. Это вот разговор, кстати, с одним из экспертов. Его Петренко фамилия. Я тебе вот можешь потом здесь в телеграмме посмотреть разговор, да? А вот этот Анатолий Катунин придумал вот такое вот упражнение. Его надо делать, когда ты садишься в пару с кем-нибудь работать. Сейчас посмотрим. Загрузится. Ну, и ты увидишь, что делает Катунин. То есть он занимается взаимодействием людей. Как людям друг с дружкой как-то что-то делать. Угу. И он вот сказал, вот, дано-таки упражнение делать. А я ему говорю, слушай, а можно это как-то на видео? Он позвонил своей ученице. Она мама вот этих двух девочек, двух детей, мальчика и девочек. Это мама. Это все происходит в Новосибирске. Она сняла это на видео, прислала Катунину. Катунин прислал это мне. Я попросил другого человека, который живет в Израиле, чтобы он это смонтировал в одно. То есть она прислала три фрагмента, да? Угу. Что-то долго так грузит. Этот человек, он тоже среди экспертов находится. Просто его профиль еще пока не поставили в этот список. Вот. Он тоже занимается психологией какой-то там хитрой. Там и настраивайте. О, давай смотреть. Ну, опять тормозить. Вот. Вот этот человек в Израиле смонтировал вот это видео. И теперь мы можем его смотреть. Продолжение следует. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Катунин, он специалист в этом. Понятно? Угу. Он вот дает различные гимнастики, там еще чего-то. Ну, не знаю, я там подробно. Так. Теперь идем дальше. у него разные темы есть вот здесь есть человек который занимается синергией вот тут книги он какие-то написал вот почитай ну и тут он что-то там как это можно что делать но поскольку ты ссылку найдешь ты потом сама подробно почитаешь вот так что у нас тут дальше вот это ваш выпускник он уже год учится в Томске в университете вот она предлагает две темы видишь какие очень интересные кстати темы мне нравится тема про буллин вот еще одна девочка она тоже предлагает темы вот мне нравится первая тема очень интересная география я сейчас жил за морями за лесами за широкими полями и на небе и на земле жил старик в одном селе да вот вот и начинает география где же он жил на каком острове или на чем-то там вот этот интересный дяденька он занимается различными такими вещами но у него вот тема очень открытая видишь как он ее формулирует почитай пожалуйста этот абзац что он там говорит очень рекомендую потому что ты можешь любую тему сформулировать к нему обратиться и он тебе поможет ее системно проработать так получается классно классные два окна давай переключайся как долго вот и пойдем к меня я много тем я вообще-то инженер понятно я всю жизнь учился инженером снял три диплома инженерные и работал инженером понятно я преподавал физику и математику вот у меня две темы по математике и по физике и вопросы задай если будут нету нету следующая тема у меня по профсамоопределению видишь когда мои дети были в таком возрасте как ты у меня как у родителей вопрос что им посоветовать куда им и у каждого человека такой вопрос встает сначала этот вопрос был когда я сам учился в школе и про это просто страшно вспомнить что было а было полное безобразие и всякая ерунда как я теперь понимаю понимаешь а тогда я это понимал потом когда мои дети у меня появились понятно да вот но вот теперь я просто специалист очень большого как сказать высокого класса по профсамоопределению я сорок лет занимаюсь этой темой профессионально понятно это помимо моих трех инженерных дипломов вот потому что мне это очень интересно это очень нравится я могу тебе помочь но это пройти и я тебе расскажу а ты сама следующая тема организация группы взаимного освоения иностранных языков по совету очень интересная тема я буду консультантом по этой теме а ты создашь группу такую сама и там вы будете осваивать различные иностранные языки ты будешь руководитель группы и методист в этой группе методистом ты станешь с моей помощью я тебя научу как в этой группе организовать работу чтобы люди которые не знают этого языка вообще могли бы его освоить так и ты тоже можешь свой язык конечно там какой хочешь усилить улучшить или новый какой-то взять вот такая тема это практическая работа и нужно посчитай какой отчет надо сделать видишь да 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 ну как можно сделать нет нет а что-то выполнение документальный фильм о работе группы я катиться начиная с первого класса или мам поможет да ты забираешь группу и всю работу организуешь снимаешь ее на видео понятно ну как тебе нравится ну интересно а что страшно а что страшно да нет я просто пока еще полночи вообще взяли ну ладно ты себе возьми на заметочку организация группы взаимного освоения странных языков хорошо да вот тут вот мы сегодня с одной девочкой ее зовут забыл уже да по-моему да по-моему да по-моему нет ее зовут Регина да Регина Регина да Семенова да угу Регина Семенова с ней плохо или составить план жизни еще хочешь попробовать план жизни да ну хорошо ну давай попробуем тебе сейчас сколько лет шестнадцать а шестнадцать 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 да а какой результат ты хочешь получить через год через год ну через год это будет одиннадцатый класс закончить ЕГЭ нормально а то есть скажи ну через год ты только закончишь десятый класс правильно ну если так считать да вот через два года закончить нормально школу правильно да хорошо потом что будешь делать поступлю куда-нибудь куда по профессии пойду ага понятно то есть ты собираешься в университете ну может быть может быть в колледж пока не знаю а пока не знаю ну вот значит соответственно тебе там сколько-то два-три-четыре года учиться правильно угу хорошо а тебе сколько лет будет если прибавим два года школы и еще четыре года учебы плюс шесть лет это 22 22 23 да 23 да сколько будет что дальше будем делать работать работать ну и какой следующий результат у тебя предстоит впереди после этого ну после работы не после работы а вот ты пошла на работу какой следующий рубеж ты хочешь достичь ну зарабатывать нормально работать нормально и сколько лет работать ну не знаю всю жизнь всю жизнь понятно ну хорошо а какие-то еще этапы какие-то дела будут в жизни кроме этого ну может быть поднимать квалификацию квалификацию а например семью создавать как-то ну это да да ну и во сколько лет ты будешь ее создавать то не знаю получится может быть в двадцать с чем-то ну нет во сколько ну в двадцать три ладно а то есть как только закончится институт сразу семья правда ну можно и так дети ну дети не знаю может двадцати шести а немножко так побыть да ну чтобы деньги там заработать устроиться и все откуда ну ладно а жить то есть где ну да ну и где можно узнать ну заработаю вот и все и потом для семьи вот мы как раз с Региной мы посчитали вот подойди к ней запиши поговори с Региной насчет плана жизни понятно понятно да угу а вот кстати вот мы с ней считали у меня тут прям открыто вот вот у вас понимаешь что это тут написано сейчас вот эти циферки видишь угу миллион двести тысяч рублей стоит самая маленькая квартира угу а ее рассчитывает заработать за четыре года мы разделили на четыре Получили 300 тысяч рублей в год Потом поделили на 12 месяцев Получили 25 тысяч рублей в месяц Это нужно откладывать на квартиру Потом прибавили 15 тысяч на аренду квартиры Прибавили 6 тысяч на еду И 1 тысячу на одежду А скажи, это реальные цифры? Как думаешь? 6 тысяч на еду в месяц? Нет А сколько надо? Ну, хотя бы 10 Хотя бы 10 А на одежду сколько в месяц надо? Мммм, 1015 В месяц? Да Есть Я тебе струны счет Так, и сколько получится? Сосчитай-ка Сейчас Сейчас А в уме? 15 плюс 15 это 30 Плюс 10 это 40 И плюс 25 это 65 Угу Ты не умеешь считать что ли? Угу Похоже что нет, значит точно не возьму в зону Так Итак Итак 65 Правда? Угу Значит У нас вот здесь получается 65 А сколько ты в месяц будешь зарабатывать, когда университет закончишь? Ну С С С С 30 Вот Регина говорила 25, а я тут И сколько остается не хватает? Минус Не хватает 35 тысяч, правда? Да Да Вот Итак В этом плане Через 4 года ты не получишь квартиру Не хватает каждый месяц Не хватает 35 тысяч Понятно, да? Значит соответственно срок до того времени как ты квартиру получишь, ну купишь Он увеличивается, правда? Угу Мы здесь запланировали сколько откладывать на квартиру? 25 тысяч в месяц Понятно? Ого Да Срок удлиняется не 4 года, а как минимум лет 10, правда? Ну да Итак В 23 ты закончила институт В 33 ты купила однокомнатную квартиру Самую дешевую, какую только можно А через 10 лет она вообще может стоить не миллион 200 тысяч А уже два с половиной миллиона, правда? Да Да Опять придется срок удлинять Значит с семьей получаются какие-то нехорошие дела, правда? Угу Ну мы еще возьмем возможного твоего мужа Ты ему скажешь, слушай, мы с тобой сблизимся тогда, когда купим квартиру А пока гуляем вон там по тротуару подальше от меня, да? Не, будет встречаться за ручкой, будем держаться, ходить там в кафе иногда Ну потому что деньги мы же экономим, мы откладываем на квартиру Поэтому часто будем в кафе ходить, правда? Угу Ну вот такие разговоры ты с ним ведешь, примерно лет 12 После окончания университета, вы можете быть поженен Угу А сколько лет тебе тогда будет, 30 с чем? Угу Значит что-то в нем не так Тогда нужно Угу 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 Вот он, Катеринска, видишь? Может, обжатно с тобой читали, нет? Да. Ты говоришь, где ты в ролике? А вот у меня такая задача. У меня что-то не складывается с семейной жизнью. Пойдите мне эту задачу системно решить. Выбираешь эти пункты и делаешь проект. Да не переворачивай, не поставь, как есть. Так, ну что, у вас там уже все заканчивается? Да. До свидания. Окошки закроем. Я бы хотел, чтобы ты мне немножко показала свое лицо. Потому что ничего не видно, там все темно. Ну, алло, вот так, да. Вот так. Так, ну хорошо. Так, Настя. Так что, я тебя познакомил с этим? Как тебе понравилось? Ну, нормально, да. Я потом еще посмотрю, прочитаю все это. Ну вот. Ну, твоя сестра, она уже выбрала. Да? Да. Можешь у нее спросить, что она выбрала. Да. Ладно? Угу. Вот. Я очень рад, мы уже с ней договорились, по каким дням мы встречаемся регулярно, да? Угу. То есть у нас начинается рабочий процесс. Мы в определенный день недели железно встречаемся профессанцев, да? Угу. То есть идет работа. Она получила уже домашнее задание, что ей делать. Угу. Заверные вопросы. Вот я примерно так себе представляю консультанта по индивидуальному образовательному проекту. То есть регулярность работы, да? И, соответственно, самостоятельность человека, который проект выполняет. Угу. Ну, спасибо, что ты здесь деливо меня послушал. Да, не за что. Мне тоже было интересно. Да, понятно. Ну, всего доброго, пока. До свидания. 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 Продолжение следует...